МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. И вот некоторые темы выпуска. Внимание очень опасно. Впервые в ноябрьске введен карантин по бешенству. Те, без которых трудно дышать, сегодня свой профессиональный праздник отмечают пульмонологи. И автомобили в подарок. Сегодня 30 лет исполняется городскому отделу внутренних дел. В ноябрьске введен карантин по бешенству. Такие меры приняты в связи с тем, что в городе впервые за всю его историю зарегистрирован случай бешенства у собаки. Хозяева держали пса во дворе, и он имел свободный доступ на улицу. Специалисты предупреждают, бешенство не поддается лечению. Заболевание опасно не только для животных, но и для человека. Никогда это заболевание на территории города не регистрировалось. Хотя территория Ямала были вспышки случая бешенства у оленя, у песца, как бы у собак. Но на территории города Ноябрьска впервые зарегистрирован случай бешенства домашней собаки. И в связи с этим убедительная просьба охотникам, кто собирается выезжать на охоту. Непривитые собаки должны быть в обязательном порядке привиты против бешенства. Вывоз животных за пределы города без вакцинации против бешенства запрещен. То есть ветеринарные свидетельства выдаваться не будут. Значит, жителям города обращаются для того, чтобы изолировали своих домашних питомцев, привыкли, ограничивали общение с бродячими животными, собак выводили в наморниках. В обязательном порядке привейте против бешенства. Это раз. В основном это особенно именно и сильно касается жителей поселка Буровик, самостроя, УТГМ, УТДС, УТАЦ, УТЖС. То есть в этом районе и была вспышка бешенства. В обязательном порядке. Если на улице держите собаку, значит, посадите на цепь, посадите в вольер, изолируйте. Можете сообщить нам, либо договориться, либо привезти собаку сюда на вакцинацию. В любом случае мы будем делать и подворный обход. Местные власти настоятельно рекомендуют жителям города изолировать своих кошек и собак и приглашают на бесплатную прививку от бешенства. По всем вопросам необходимо обращаться в Ноябрьский центр ветеринарии по телефонам 428210 и 428227. Между тем, результаты опроса общественного мнения показывают, что большинство людей против уничтожения бродячих кошек и собак. Так, по результатам опроса одного из интернет-изданий мнения нет, нельзя убивать бездомных животных, они не опасны для общества, придерживаются 60% респондентов. И только 10% уверены, что кошек и собак необходимо истреблять, так как они являются носителями опасных заболеваний. Остальные опрошенные к такому вопросу остались равнодушными. И вот несколько советов специалистов, как вести себя при нападении собак. Ни в коем случае не пытайтесь спастись бегством или испугать собаку криком. Это может подтолкнуть ее к нападению. Пока собака рычит и скалит зубы, медленно присядьте и поднимите с земли что-нибудь подходящее. Пластиковую бутылку, камень, консервную банку, горсть песка. Если ничего похожего рядом нет, снимите обувь. Поднявшись, замахнитесь. Собака остановится, чтобы оценить исходящую от вас угрозу. Медленно, не поворачиваясь к животному спиной, постарайтесь обойти ее территорию. Если собака все же напала, бросьте ей то, что есть у вас в руках. Мобильник, зонтик, сумку, то, что вы успели поднять с земли. Есть вероятность, что, сосредоточившись на ближайшие цели, собака отстанет. Если, схватив подачку, собака не успокоилась и продолжает атаковать, постарайтесь быстро схватить другой предмет. В этот раз не бросайте его, а поднимите вверх. Животное среагирует на новую цель и обязательно и подпрыгнет вверх, чтобы достать ее. В этот момент нанесите удар ногой вниз живота. Это самое чувствительное место. Собака от этого не пострадает, однако атака прекратится. Между тем, многострадальный закон об ответственном обращении с животными в Госдуме пытаются принять уже 13 лет. В социальных сетях в настоящее время активно обсуждается статья зоозащитных организаций, в которой говорится о том, что закон в Госдуме разрабатывается при участии докхантеров. Это волонтеры, истребляющие безнадзорных собак в городах. Они же уверяют, что в состав группы по доработке закона не включен ни один представитель защитников животных. В Москве и 60 городах России прошли даже митинги с требованием распустить рабочую группу, созданную для работы над законом об ответственном обращении с животными. В общем, конфликт продолжается, и когда в нем будет поставлена точка, пока неизвестно. Минфин России предлагает с 1 октября 2013 года начать оптимизацию численности государственных служащих и служащих учреждений бюджетной сферы, а с 1 сентября 2014 года уточнить подходы к повышению зарплат бюджетников. Такие предложения в рамках мер по ускорению темпов экономического роста министерство внесло в правительство, сообщает Интерфакс. В документе не уточняется, насколько предлагается оптимизировать численность бюджетников и госслужащих, но предлагается провести анализ эффективности деятельности бюджетных организаций, после чего сохранить только те из них, которые предоставляют государственные услуги. Донорам крови все-таки будут платить, так решил Минздрав. На компромисс пошли после жарких споров с врачебным сообществом. Когда выплаты отменили, заменив на обеды, число желающих сдать кровь значительно сократилось, и это серьезно ударило по медучреждениям. Чтобы ситуацию стабилизировать, людям, которые сдают кровь для спасения тяжелобольных или раненых, предоставили право самим выбирать горячее питание или деньги. Размер денежных компенсаций не изменился, 5% от прожиточного минимума, который действует в регионе, где живет донор. Для того, чтобы воспользоваться правом выбора, необходимо написать соответствующее заявление. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают пульмонологи. Это специалисты, которые занимаются лечением заболеваний верхних дыхательных путей. На базе ноябрьской центральной городской больницы много лет существовало целое отделение пульмонологии. Правда, позже его решено было перепрофилировать. Тем не менее, пульмонологи трудятся в городской больнице по сей день. И с подробностями Кирилл Мигель. Ну, вы вроде у нас уже и так поправляетесь, да? Да. Уже, наверное, скоро отпустим вас домой. Когда-то это отделение было исключительно пульмонологического профиля. Здесь лечили людей с заболеваниями верхних дыхательных путей. Сейчас оно преобразовано во второе терапевтическое. В последнее время у нас уже меньше встречается тяжелых форм бронхиальных асм, меньше госпитализации. И, в общем-то, это, конечно, заслуга того, что, во-первых, это бесплатное медицинское обеспечение этой категории. И плюс наличие современных препаратов. Раньше было писанины очень много. Это только на писанины уходят. А сейчас спокойненько. Альфина Хасанова работает в этом отделении с 94-го года. На север медик отправилась по примеру своего родственника. Тогда, как, в принципе, и сейчас, квалифицированный грамотный медперсонал был крайне востребован в городе. Ставить людей на ноги здесь с первого дня привыкли не только за счет медицинских препаратов. Есть еще один маленький секрет. Наше вот именно отношение к пациентам. Мы работаем для них. У вас и на апрель идет по 10 мг. Нина Антропова проходит лечение в этом отделении уже не в первый раз. Коль уж нужно ложиться в стационар, говорит женщина, она свое предпочтение отдает второму терапевтическому. Я бы не сказала, что вот кто-то где-то обидел. И лечение само по себе еще и от этого эффективное. Сейчас вот больная рассказывала, какое отношение, что все такие с отдачей, уход хорошие. Это все сказывается именно сплоченная работа всего коллектива. Коллектив этот, к слову, насчитывает больше 30 человек. И каждый от санитарки до заведующего подходит к своему делу с душой. Еще не было случая, чтобы пациент остался недоволен результатами. И хочется верить, что это отделение будет пользоваться доверием людей еще не один десяток лет. Татьяна Заозерная, Кирилл Мигель, Григорий Куроптев. Новости нашего города. И сегодня же юбилей отмечают ноябрьские полицейские. 30 лет исполнилось со дня образования городского отдела внутренних дел. С этой знаменательной датой своих сотрудников поздравил главный полицейский Ноябрьска. Александр Подзин. Сегодня ноябрьский отдел Министерства внутренних дел это коллектив преданных своему делу профессионалов. Охрана общественного порядка, защита граждан от преступных посягательств, противодействия коррупции, бандитизму и криминализации экономикой вот далеко не весь перечень задач стоящих перед ноябрьской полицией. Большой вклад в организации правопорядка общественной безопасности внесли ветераны Министерства внутренних дел, многие из которых до сих пор остаются неоднодушны к проблемам полиции. Вот 30-летнего юбилея я хотел бы пожелать сотрудникам органов внутренних дел, ветеранам органов внутренних дел, их семьям, крепкого здоровья, благополучия, большого личного счастья и дальнейшего успеха в сфере укрепления правопорядка и законности в нашем Отечестве. Большое всем спасибо. С праздником. По случаю 30-летнего юбилея ОМВД сотрудники полиции получили новые служебные автомобили. В торжественной обстановке ключи от техники полицейским вручила глава администрации Жанна Белотская, заместитель начальника управления МВД России по Ямалу Сергей Евсеев и генерал-майор полиции в отставке Виктор Погорелый. Автопарк пополнился 12 машинами, они попали в ведение пяти служб. Деньги на покупку авто были выделены из местного и окружного бюджетов. Представитель из управления отметил, что к технике хоть и стоит относиться с должной бережностью, но бывают ситуации, когда об этом напротив стоит забыть. Если это будет касаться спасения жизни какого-то конкретного человека в вашей жизни, да не жалейте вы их. Мне искренне сегодня приятно и радостно и хотелось бы, чтобы такие традиции у нас были не только в 30-летний юбилей, а ежегодные. Я думаю, что это подтверждение тому, что правительство, также округ и местная власть переживают и заботятся о том, чтобы безопасность дорожного движения и безопасность охраны и общественного порядка была всегда обеспечена. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд, а я желаю вам приятных выходных. до свидания. Партнер программы магазин ПОДИС Сан-Тверса торговый центр Клубника. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС Газпромнефть по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС Газпромнефть Надежный ориентир. 18 мая в Слекарде слабая облачность. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Температура плюс 3 градуса. Уровленков восточный ветер северный до 5 метров в секунду. Температура 1 градус выше нуля. В ноябрьске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура плюс 1 градус.